Духовное состояние человека Духовное состояние человека можно определить по его отношению к молитве. Если человек не молится, не хочет, не любит молиться ни дома, ни в храме, это говорит о его духовной болезни. С виду здоровый человек в духовном плане живет словно глухонемой. Бога не слышит и говорить ему тоже ничего не может. Это гибельное душевное состояние не проходит само собой. Чтобы оглохнуть для неба, для этого нужно долго и основательно грешить, переступая законы Божии. Но игнорирование закона тяготения, как известно, не освобождает от его действий. Так и игнорирование духовных законов сначала опустошает, а затем буквально убивает душу. Человек перестает замечать хорошее и светлое вокруг, живет грубыми телесными животными страстями. Постепенно слепота и глухота переходят в нагружающих его людей. Человек буквально становится глухим, равнодушным, безучастным, к чужой боли. Потом люди могут громко кричать, даже махать руками друг перед другом, но не слышат другого, потому что слушают только себя. Такое вот общество духовно глухонемых строителей Вавилонской башни, одержимых идей, сравняться с Богом, но в результате ставших бессмысленнее грубых животных. Духовную жизнь человек начинает, когда забывает свои желания, и, устав от фальши и нормальности безбожной, унылой, безрадостной жизни, в простоте сердца останавливается и взывает к Богу. Господи помилуй, спаси, погибаем. Такие дела.